Добрый день! Мы по-прежнему в Иллифсине, в Греции. Я уже здесь две недели. Вчера я посетила замечательный музей, который оказался просто домом бывших переселенцев из Турции. И надо сказать, я направлялась в музей, собиралась платить за билет, а оказалось, что это опять греческая филосиния, о которой мы уже говорили, любовь к гостеприимству. Поэтому, прежде всего, меня напоили кофе с пирогом, а потом позвали знакомого, которая говорила по-английски, относительно сносно, и мне рассказали историю, как в 1922 году с территории современной Турции сгоняли греков, сжигая дома, и они бежали практически без ничего. И вот городок Иллифсина, в котором тогда было 4000 человек, принял больше 2000 таких беженцев. Конечно, принимал не только он, а по всей Греции своих соотечественников. Однако, в итоге, здесь, можно сказать, больше трети беженцев. И к настоящему времени, почти за 100 лет, все семьи перемешались. То есть, на самом деле, здесь такой смешанный состав получился. Мне показывали документы, по которым можно было восстановить недвижимость, пропавшую на территории Турции. Однако, эти обещания правительство никогда не сдержало, поскольку такой возможности и не было. Однако, тот дом, который я посетила, собственно, там было свидетельство того, как заботились о своих, поскольку он и был построен по государственной программе для людей, потерявших дома. И этот дом сохраняют почти 100 лет в том виде, в котором он был сделан. Очень интересная, разумеется, отварь, одежды еще того периода, вся вышивка ручной работы, на кухне металлические, медные, надравенные кастрюли, сосуды. И немного позже, конечно, швейные машинки, холодильники еще со льдом, проигрыватель, граммофон так называемый. Собственно, все это сохраняется. И когда кто-то захочет посмотреть на то, как греки жили в те времена, этот дом просто открывает свои двери. Хотя, на самом деле, существует целая община переселенцев. Они по-прежнему друг друга поддерживают. Уже 85 лет как выходцы из нынешней Турции. И периодически там проводятся достаточно крупные встречи. Я их видела на фотографиях. В такой обстановке, конечно, было неудобно записывать видео прямо там. Поэтому я рассказывала это, ну, что-то, по горячим следам. И будет отражено в статье, которая готовится в Венецион Юс. Аркадемия Венеционом и должна выйти в Владисию Венециону. Там будет немного подробнее и сфотографировано. Спасибо за внимание. У нас хорошая погода. И через две недели я вылетаю на Крит. И буду продолжать свои репортажи также. Продолжение следует...